Где я нахожусь? Он говорит, улица Ларварская, 2, нижний номер. Ориентироваться на улицах города Илье Лебедеву, инвалиду по зрению, помогает мобильный телефон. Специальные приложения делают его незаменимым помощником. Смартфон подсказывает дорогу, распознает купюры в магазине и безошибочно определяет предметы. Стоит только камеру навести. Мы сейчас делаем приложение, которое позволяло бы, а, найти остановку, Б, с помощью нейронных сетей определился нужный тебе автобус, вошел в него и даже нашел пустое место в автобусе. Такие, казалось бы, фантастические идеи можно воплотить в жизнь, говорит Илья. Он один из участников Global City Hackathon, первого в России форума, где разрабатываются цифровые сервисы для решения актуальных городских задач. В форуме участвуют более 150 человек самых разных профессий, но в основном это программисты, причем местные. Они не понаслышке знают проблемы Нижнего Новгорода и готовы их решать с помощью новейших технологий. Француз Седрик Гриньяр в Нижнем Новгороде впервые, но отмечает, что проблемы здесь такие же, как и во многих мегаполисах. Например, парковки. Мы создали мобильное приложение, куда внесли все возможные места для частной парковки. И каждый пользователь в режиме реального времени может его забронировать. Проверил Седрик и мусорные баки. Своевременный вывоз бытовых отходов – головная боль многих крупных городов. В его родном Леоне с этой задачей справились программисты. С помощью специальных датчиков у нас есть возможность видеть скорость наполнения мусорных баков, что позволяет оптимизировать сбор и вывоз мусора. Идей для решения городских проблем много. На форуме Global City Hackathon выберут самые эффективные из них и будут внедрять в жизнь. Недаром в Нижний Новгород приехали инвесторы из числа тех, кто присматривается к инновациям. Нижний Новгород – один из крупнейших центров нашей страны. И, к сожалению, многие годы не получал такого бурного и динамичного развития, а также высокотехнологичного развития, которого от города все ожидали. У нас здесь конкретные планы, как помочь городу и Нижегородской области в этом развитии. Проектов по развитию комфортной городской среды много. Так, например, власти региона намерены превратить берег Аки в самую протяжённую и обустроенную набережную в России.